вот что у нас получилось смотрите мы что делаем мы стандартную стандартное устройство вот дорастили до 3 диодов 3 светодиодных матрицы у нас получилась вот такая штука из трех матриц по 10 гривен 12 каждая которую мы просто приклеим на окно она будет там постоянно она вот так будет приклеена на окно сейчас тут зафиксируем это я вот крокодил и прицепил чтобы тестером показать вам смотрите смотрите на универсальный тестер вот внизу он сейчас показывает когда вниз матрицы перевернем что у них сопротивление 123 ом а это всем видно от 200 килоом это выключенные матрицы они сейчас лежат вниз то есть они света не видят видите они имеют сопротивление я не знаю свет вам не мешает может выключить свет да вот видите 100 ну короче все эти фотодиодные матрицы когда на них не пода не поступает свет имеют сопротивление то есть это фотодиодная матрица то есть она фотодиод вот видите 105 килоом это все три 117 она прыгает постоянно пошли начать свет туда проникает теперь смотрите что будет когда мы их перевернем подадим на свет вот смотрите показания видны видны да вот берем подаем их на свет разворачиваем вот эти все я их там скотчем соединил видите они вот отлично там получились вот они могут двигаться под любым углом можно очень здорово получилось можно под любым углом размещать можно одну приклеить а другие допустим две будут под углом потому что на них очень эффективно когда свет не напрямую падает а под 45 градусов они так рассчитаны смотрите показываю теперь вот приближаю к источнику света вот там у меня лампа смотрите было на них 2 2 и 0 в 2 и 7 вольта теперь их приближаю вот 337 394 он просто слабо лампа светит должно быть 6 вот удаляю они видите показания сейчас я вам покажу вот я приближаю 396 вольта на них потому что они соединены параллельно друг другу вот 2 вольта вот я сейчас положу допустим на клавиатуру там свет падает на них вот 2 и 2 вольта там ток какой-то вырабатывается но теперь когда мы модернизировали вот этот наш видите я вынул отсюда матрицу сюда пропустил провод и этот провод удлинил сколько мне надо теперь что мы выиграли от этого во первых в 3 ты минимум в три раза ну по законам электроники может не в три раза процентов на 50 на 60 заряд ускориться от трех матриц чем от одной то есть наш аккумулятор будет быстрее заряжаться за короткий день то есть раньше ему мы просчитывали нужно эта матрица 6 ваттовая каждая матрица по 6 ватт ну это при максимуме солнца она дает 6 вольт и да по моему там да по моему до до 1 но ампер она не дает но по-моему миллиампер шей миллиампер 200 300 она дает ну я видел по крайней мере мерил вообще заявлено 6 ватт но когда сейчас день очень короткий там два три часа солнца в день то там фактически она дает не 6 ватт а 2 ватта но так вы в три раза увеличить итог который подается на аккумулятор и я проведу эксперимент вот сейчас она дает вот 1 98 на свет мы ее вынесем я думаю на свету она будет давать вольт 5 часа на солнечном свету вот короче получается мы в три раза улучшили кпд этого фонаря чтобы он заряжал свой аккумулятор надо было раз два в три дня или раз каждый день ходить менять этот аккумулятор на заряженный потому что они до заряжала и самое главное вынесено она будет на улицу это фото диодная матрица и будет там она гореть когда будет темно на улице она с автоматически будет включать очень удобно на кухне и где угодно этот фонарь тем более у него есть режим вы помните вот у него первый режим и сейчас просто видите сейчас свет и она не на кнопку не реагирует сейчас мы возьмем перевернем эту матрицу вот она сразу загорелась то есть вот у него первый режим это он сработал по линзе френеля на датчик движения она 20 секунд будет гореть но можно ее остановить вот выключить и вот можно вот один раз включить в этом случае она будет реагировать на ваше движение на через 20 секунд выключиться и перейдет в дежурный режим начнет вас ждать и включаться второй режим можно нажать кнопку вот она будет вот она будет гореть на 100 на 100 миллиампер вот она горит на 100 миллиампер но я сейчас двину рукой вот я двинул она сама включается вот вот я двинул рукой сейчас она включится вот раз включилась а потом соответственно она будет переходить не в режим выключения в режим 100 миллиампер то есть слабо будет светить вот но еще у нее по моему есть третий режим да это второй до просто выключена то есть один режим ожидания датчик движения второй режим ожидания в полусвете вот загорелась датчиком движения но все теперь вот при такой доработки когда мы отсюда вынимаем родной вынимаем отсюда родной фотоэлемент да и ставим вот такой вот три удобно тем что они видите они будут соединяем будут вытянуты на окно и будут поставлены на окно на вот таком проводе красиво мы его там замаскируем он не будет его видно и вот эти будут загар теперь будут работать у вас три раза эффективнее и даже того короткого дня может даже с пасмурными тучами будет хватать потому что она ловит ультрафиолет это панели даже если солнце вы не видите что она через тучи все равно она его ловит 40 50 процентов ультрафиолета проходит все всем спасибо вот такое симпатичная у нас доработка получилось вот сюда кстати потом со временем я думаю воткнуть светодиоды или поменять это вынуть одни или эти или эти поставить назад чтобы она красиво светила чтобы он светил и вперед и по бокам из за назад светил тогда если разместить где-то в квартире то он будет давать свет под потолок и под стену будет очень красиво все всем спасибо